всем доброго времени суток друзья вот и подкралась очередная зима на календаре 29 ноября через пару дней уже будет декабрь а что это значит а это значит что пришло время ремонта и вот очередная стеночка которая в процессе подготовки уже демонтировалась старое покрытие кое в каких местах есть такие вот трещины но это не особо страшно это треснуло старое покрытие вот будем что-нибудь изображать вот этой поверхности и в первую очередь начну с подготовки поверхности первую очередь нужно будет тщательно обеспырить и обезжирить поверхность чтобы убрать этот вот налет после того как обезжирю и обеспылю обязательно нужно нанести вот такой вот грунт глубокого проникновения у меня это антишимитив грунт торговой марки фейда вот не простой а противогрибковый вносить материал можно с помощью кисти валика также пулевизатора сейчас я прогрунтую поверхность и покажу вам результат и так вот так вот уже выглядит обеспыленная обезжиренная и загрунтованная поверхность и так грунт глубокого проникновения и так грунт глубокого проникновения уже подсох вот стеночка уже посветлела побелела можно приступать к следующему этапу подготовительных работ а именно это будет нанесение адгезионного грунта вот для декоративной штукатурки это специальный грунт торговой марки фейдал вот силиконе силикон стрейч путь вот визионный грунт на силиконовой основе вот так вот он выглядит поближе вот такая белая субстанция с такой вот мраморной крошкой наносить я его буду кисточкой можно валиком кому как удобно но я все время работаю стараюсь работать только кистью итак прошли уже сутки с момента нанесения адгезионного грунта поверхность подсохла можно приступать к следующему этапу нанесения материала поверхность имеет такую шероховатую поверхность что обеспечивает хорошую адгезию сцепления с материала с поверхностью так материал который будет нанесен это именно шпателорельеф тонкослойная рельефная шпаклевка вот такая вот похожа на сметану будет использоваться в качестве базового слоя вот на этой поверхности а это рабочий трафарет для базового слоя трафарет для базового слоя Продолжение следует... 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 Вот так выглядит первый слой краски. Он немножечко просвечивается из-за того, что я краску немножечко разбавил для того, чтобы хорошо утопить и окрашивать вот эти вот поры. Сейчас она немножечко подсохнет и я нанесу второй слой краски, уже финишный. А вот так вот уже выглядит второй финишный слой. Такой вот графитовой расцветки. И на этом я оставлю пока что небольшую такую запятую. Вот конец первой части этого проекта. Всем большое спасибо за внимание. Следите. Я думаю вам понравится, потому что проект весьма масштабный и очень-очень яркий. Всем большое спасибо за просмотр. Далее буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...